Русский шансон Русский шансон Русский шансон Русский шансон Русский шансон начало 20-х веков, ушедшие своим началом в средние века в творчество, называемое «разбойной песней». Они дали начало музыкальному явлению, названному позже «златной песней» плотником. Вероятно, первый яркий, дошедший до нас образец подобного творчества, известная считающаяся русской народной каторжная песня «Славное море священной Байкалки». Тему продолжила знаменитая народная песня середины 1980-х «Бродяга по диким степям за Байкальями». В самом начале 20-го века появился еще один нетленный и любимый до сих пор народом арестантский шлягер Таганка. Воспевающий тюрьму, существовавшую с 1804 по 1958 год. Снеганка с картами дорога дальняя, дорога дальняя, Казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная, Меня парнишечку по новой ждет. Таганка, все ночи полны огня. Таганка, зачем сбудила ты меня? Таганка, я твой навеки арестант, Погибли силой талант твоих стенах. Таганка, я твой навеки арестант, Погибли силой талант твоих стенах. Красная, милая, больше не встретимся, Дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания, И слезы горькие мои родни. Таганка, все ночи полны огня. Таганка, зачем сбудила ты меня? Таганка, я твой навеки арестант, Погибли силой талант твоих стенах. Таганка, я твой навеки арестант, Погибли силой талант твоих стенах. В Союзе появились еще две широко известные по ныне тюремные баллады «Ванинский порт по тундре по железной дороге». При тече русского шансона в революционные годы стало появление и развитие музыкального течения городской романс. Слушаем романс «Белая ночь». Обработка и слова Бориса Тимофеева. Весна не прошла, жасмин еще цвет. Звенели соловьи на старых пленах. Ждала я в беседке, и ты пришел. И был со мной влюбленный нежный мой, Шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, Светлой углой здесь нас укрой. Ты не спеши нам зажечь свет, царик. Белая ночь, милая ночь, Сон добрых дней нежно на верь. И со мной ты, мы вдвоем, я и ты. И снова весна, опять все в цвету. Вновь соловьи звенят в горе парка, Зачем в них песни он не придет. И сердце вновь так жарко шепчет в небе, О той, другой весне. Белая ночь, светлая ночь, Лучик огня, память о нем. Но скорей пусть в небе гнет свет, царик. Белая ночь, светлая ночь, Тихо в окно шепчет одно, Нет его, нет, он ушел, он далек. Прежде всего, о творчестве Александра Вертинского, А также других предреволюционных сюжетных певцов Звучит песня «Черная роза» Александра Вертинского. Звучит песня «Черная роза» «Черная роза» Александра Вертинского! Мы оба сидели, мы оба молчали, Нам плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играла гитара о розе, Шумел полупьяный ночной ресторан. Так что же ты смотришь с улыбкой печальной На свой недопитый шампанский бокал? Так что же ты смотришь с улыбкой печальной На свой недопитый шампанский бокал? Любил я, как рада, циранские пляски И пару гнеды полуги и фоней. То время прошло, прометнуло хоть в сказке, Теперь я без ласки, без ласки твоей. Плачь, если хочешь, у черной гофины Святым лицом в голубую ладь. Мы не нашли своё счастье по ныне, Ничем не унять нашу печаль. Так что хотелось начать всё сначала, Забыть всё, что было, и снова начать. Убиться с лисою, сломать твои плечи И белые губы твои целовать. АПЛОДИСМЕНТЫ С лисою, сломать твои плечи И белые губы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сиреневый туман Над нами проплывает Под тамбуром горит Полночная звезда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкой я Прощаюсь навсегда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкой я Прощаюсь навсегда Ты смотришь мне в глаза И руку поживаешь Уеду я на год А может быть на год А может навсегда Ты друга потеряешь Еще один звонок И улишаю я И уезжаю я И поезд улетит Сиреневый туман И поезд улетит Сиреневый туман Сиреневый туман И поезд улетит Сиреневый туман Сиреневый туман На рнани проплывает Над тамбуром горит Под тамбуром горит Полночная звезда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. В детское время возникло ответвление блатника, которое можно условно назвать уголовная романтика. Оно брало свое начало в частушках предреволюционного времени, которые воспевали в жизни фортового вора. Тематика этих песенок – романтическая жизнь уркаганов и всего с ней связанная. Эти песни появились немало в начале 20-х годов. Мурка, Гобса, Смыком, Садесского, Кичмана, Катли, Дерибасовской и многие-многие другие. Они характеризовали общее положение в стране в те годы, в частности, разгул всякого рода преступности. Интересно, что некоторые из этих песен исполнялись даже перед бойцами на фронтах. Их пропаганда на официальном уровне была полностью прекращена только по окончанию Отечественной войны. Самые яркие примеры песен 10-х тирен 60-х годов – «Бублички», «Лимончики», «Тумбалалайка», «Ах, Одесса», «Бабушка здорова» и многие-многие другие. В 60-е годы Голодков Ликанский написал песню «Поспели вишни в саду у дяди Вани». «Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани, поспели вишни. А дядя Ваня с тетей груди нынче в бане, а мы с друзьями погулять, как будто пыши. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кашелкой винили, попеют всех. А поспели вишни в саду у дяди Вани, а где-то вишни один веселый смех. Песня «Поспели вишни в саду у дяди Вани, а где-то вишни в саду у дяди Вани, вздавившим один веселый смех. А ну-ка, Петька, нагнись скорее ветку, а он черешню в рубах усыкнул. И неудачно витапить-ка дёрнул ветку, что вместе с Вишнем и вассадатка прыгал. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кашелками не режь в попеют всех. Поспели лишним в саду у дяди Вани, А вместо лишен один веселый смех. Пусть дядя Ваня купали тетю Грунью, В кокосной бане на Мичигане. Мы скажем дружно спасибо тете Груне, А дядя Ваня и дядя Ваня. А ты, Григорий, не ругайся, А ты, Петька, не кричи, А ты с кошелками не лезь поперед всех. Поспели лишним в саду у дяди Вани, А вместо лишен один веселый смех. Поспели лишним в саду у дяди Вани, А там дяди Вани. Поспели лишним в саду у дяди Вани, У дяди Вани. Поспели лишним в саду у дяди Вани. Песни были известны зарубежным меломанам и не только в эмигрантской среде. Часть из них появилась вслед за кордоном. Тумба-лалайка, Москва-золотоглавая и многие-многие другие. Из песен, сочиненных в это время, стали относительно популярными. Эмигрантская танго, романс, все сметено могучим ураганом, песня «Институтка», текст которой написала парижская поэтесса Мария Вега. Песня «Институтка» Песня «Институтка» Песня «Институтка» Песня «Институтка» ПЕСНЯ 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 Именно из-за бережного отношения с поэтическим словом. Слушаем песню Трофимова «Снегири». С окошком «Снегири» греют куст репиновый, Смоливные ягоды ртиют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, Без которой дальше жить просто не могу. У меня своя семья, жизнь давно отчетчена, Но тебя не обмануть, только не хитрый. Это девчонка меня, словно небо к вечернии, Я счастье своего, я выгоди. Это девчонка меня, словно небо к вечернии, Я счастье своего, я выгоди. Я смотрю в ее глаза, словно море синий, И, прощаясь у тверей, обнимаю вновь. Анялина на стену, молодец белый миленький, Как, брат, родская моя, поздняя любовь. Анялина на стену, молодец белый миленький, Как, брат, родская моя, поздняя любовь. Анялина на стену, молодец белый миленький, Как, брат, родская моя, поздняя любовь. Анялина на стену, молодец белый миленький, Без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любви мою, Без которой дальше жить просто не могу. Просто не могу. Началось все это не с дворовой песни, А с уличных поэтических концертов середины 50-х. Самодеятельные поэты с началом хрущевской оттепели Обычно в вечернее время просто читали свои стихи В местах большого скопления народа. Позже некоторые из них для лучшей подачи своих творений Взяли в руки гитары. Причем большинство из бардов Не были профессиональными музыкантами или литераторами. У них были совсем другие основные профессии. Так, городницкий инженер, геофизик, академик, Розенбаум – врач, Ким – учитель, Александр Новиков – исключенный студент, Позднее бизнесмен, Булата Куджава – учитель, Высоцкий и Висбор – актеры. Слушаем песню Висбора «Ты у меня одна» Слушаем песню «Ты у меня одна» Слова «У меня одна» Слова «Слова в снеге и со снами» Слова «Словно в году весной» Слушаем песню «Ты у меня одна» Слушаем песню «Да» Мы не провода, в сумме-то города. Вот и зашла звезда, чтобы светить всегда. Чтобы гореть ветер, чтобы селить постель. Чтобы качать всю ночь, куколы верить ночь. Вот поворот такой, левый царь и горь. Можешь забрать покой, можешь махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других. Можешь совсем уйти, только свети, свети. Параллельно с авторской песней в 60-х годах появился так называемый белогвардейский романс. Любопытно, что в застойные годы эти песни принимались за действительное творчество анонимных белогвардейцев в ремен гражданской войны. На самом же деле, реальными белогвардейскими песнями они не были и быть не могли, так как в белой армии упаднические настроения, мягко говоря, не приветствовались, а подавляющее количество белогвардейских романов именно такого настроя. Первые песни подобной тематики появились в СССР в конце 60-х. К ним относятся поручик Голинцын, господа офицеры, все идешь и идешь. Авторов белогвардейских романов подтолкнули к теме, появившейся тогда кинематографические версии якобы песен белогвардейцев. Последняя осень, богословский танец из кинофильма «Таинственный монах». Русское поле, френтель, гоф из кинофильма «Новые приключения неуладимых». В конце 50-х, 80-х продолжилось укрепление позиций блатного репертуара. Но новых явлений жанра практически не было. Перепевались старые, причем со значительными переделками текста под современность. А вот когда в 50-х из тюрьм вернулись агнистированная Берия Братва и частично реабилитированная, частично агнистированная Хрущевым 58-я статья «Время буйного расцвета блатника», причем в объемах, которые в 20-х никому и не снились. Немалым подспорьем тому стало появление в СССР магнитофонов. Слушаем песню Ивана Кучина «Пройдут года». Слышат белый век, что ты моя родная, на свете лучше всех пройдут, когда я вернусь. Слышат белый век. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Падмосковье, и тебя проведу в этот собственный дом. За меду голубей и с тобой, и с любовью мы посадим себе под окном. За меду голубей и с тобой, и с любовью мы посадим себе под окном. А белый ледит на пруду, качает обшую железу, а белый ледит на пруду, качает обшую железу. А белый ледит на пруду, качает обшую железу. А пока не скала, не двора, не сада, кто бы мог ее за ручку тебя помести. А белый ледит на пруду, качает обшую железу. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот и получилось, что русский шансон Это сочетание разрозненных культур В одном жанре Сюда относятся и городские романсы И барберские песни И тот самый блатняк В СССР блатные песни Могли приравнять к идеологической диверсии Поэтому на большую сцену Путь шансону долгое время был закрыт У меня все. Я, как всегда, хочу сказать, что весь репертуар подбирали сами исполнители, за что им большое спасибо.